Братья, завтра великий день. Завтра будет тот день, ради которого мы вместе здесь собрались. Хаджи Арафа. Хаджи Арафа. Завтрашний день, уважаемые братья, это самый тот день, в который Аллах, Больше людей записывает из тех людей, которые попадают в список освобожденных от наказания Адома. Нету другого дня, который бы Аллах больше бы освобождал людей от наказания Адома, нежели день Арата. Мы с вами, когда наступает Рамадан, читаем хадис. Аллах, есть освободившиеся от огня вместе с Рамаданом и каждую ночь так. Но Пророк Саналлах сказал, что в ночь Рамадан Аллах, Субханаллах, больше всего освобождает от Ада. Нет, освобождает от Ада, но больше всего Аллах, Субханаллах, освобождает в день Ада. В день Арафа больше людей Аллах, Субханаллах, освобождает от наказания Ада. И задается вопрос, Субханаллах, если меня, брат, тебя, Аллах, Субханаллах, не запишет всех людей, которые спастись от наказания ада в день арата, то когда тогда спастись от наказания ада, если не в этот день? Если не завтра, то когда тогда нам с вами попасть в список из тех людей, которые спастись от наказания ада? Поэтому иначе больше прием усердия, больше стрепетно попросим Аллаха об этом. Самый лучший день для дуа – завтрашний день. В Аллахе, нет лучшего года или лучшего времени для дуа. Вот знаете, аукат аль-Ижаба, те времена, когда Аллах Субханаду отвечает на дуа, в хадисе упомянутое, у сафира, между азарем и каамой, мамой из-за своих детей, аиды мультаза, между дверью каабы и черным камнем, в Раула, то есть когда мы заходили в Раула, сейчас чейх Али заходили, и сколько нам там дали? 10 минут времени, да? 20 минут, ну даже 20 минут человек, что, кто-то пораживает, что он в этот момент хочет побольше просить Аллаха Субханаду, даже охранник идет, он идет на земной поклон, может быть, он его не увидит, причем побольше. И Субханаду чувствует, если сейчас меня, Субханаду, охранник, скажет «Я Аллах, я Аллах», и говорит «Я Аллах, я Аллах», в этот момент что ты это будешь, Субханаду, думать? Вот он сейчас подойдет, осталось несколько секунд, что последнее попросить? Смотри, ты знаешь, ты знаешь, какое-то достопримечательное место, и как Аллах любит дуа в этом месте? Ну, в Аллахе, завтра дуа намного любимая перед Аллахом, чем у Раула. Завтра дуа намного любимая, чем у Аллахом, чем у Черного Крама, и у Каабы. Завтра дуа более любимая Аллаху, чем у Другой любой дуа. Самая лучшая дуа завтрашная дуа. Завтра самый лучший день, который на протяжении всего года. В 361 году завтрашний день, самый лучший день. И самая лучшая местность, это завтрашняя местность на Арах. Субханаллах, в этот день, Субханаллах, в этот день, Аллах, приближается к своим рабам, Завтра Аллах будет на нас смотреть, на наши сердца, на наши сердца. Как сказал правительство Аллаху, Аллах, не смотрит на ваш внешний облик, не смотрит на ваше имущество. Аллах будет смотреть на ваши сердца, на ваши дела. Завтра Аллах будет смотреть, обращаться к ангелам, гордиться за тех людей, которые приезжают на этот Арах. Где-то с пылью в этом храме, куда уже попала пыль, где-то испачканное, что они хотят. Хотят прощения. Хотят искупления грехов, хотят попасть в Брая, хотят спасить их. А кто в этот день несчастный тот, который будет просить у Аллаха прощину и думать, что Аллах его не простит. Поэтому завтра мы, когда будем просить, будем просить Аллаха и должны быть уверенными, что Аллах ответит на нашу дуану. Не должно быть сомнений вообще, что Аллах не ответит. Сомнений не должно быть, но полная убежденность, уверенность, что Аллах ответит на нашу дуану.